Ну что это за халатность такая, а? Ну как это вот так относиться? Это я не первая, не последняя. Вот разбиться можно запросто человеку здесь. Ну это же ужас. Не могу. На прошлой неделе эта пожилая женщина споткнулась об эту деревяшку в центре города. И упала. Удар был такой силы, что Галина Афанасьевна едва не потеряла сознание. Подняться помогли прохожие. В шоковом состоянии и с дикой боли в руке. Она доехала до дома, оттуда в травмпункт. Диагноз – перелом руки. Сейчас женщина на больничном. Месяца полтора точно, потому что он сказал гипс. Четыре недели точно. И две недели – это на восстановление, на ЛФК, на физио. Минималка, пенсия. Я сейчас заплачу за ЖКХ, и я остаюсь на нуле. Мне жизнь не нашла. Пенсионерка упала возле недостроенного здания по адресу проспект Ленина, 122-Б. Согласно паспорту, возводить объект начали более 10 лет назад. Тогда застройщик в целях безопасности. Установил специальный пешеходный туннель, чтобы на людей не упал строительный мусор. Но стройка остановилась, туннель демонтировали. По просьбе пешеходов, уверяет директор компании, конструкцию полностью разобрали. Но основание кое-где осталось. Застройщик также пояснил, что изучит более подробно все детали происшествия, просмотрит видео с камер наблюдения. И если сочтет нужным, свяжется с пенсионеркой. Но юристы советуют в таких случаях не откладывать дело в долгий ящик, а действовать самим пострадавшим. Я бы также посоветовал пострадавшей обратиться в Государственную инспекцию Алтайского края, для того, чтобы они приняли решение о возможном наказании, административном наказании строительной организации, в связи с тем, что она не обеспечила безопасность проходивших мимо людей. Это может быть также использовано в суде в качестве основания для назначения сумм к выплату истиции. Кстати, если вина строительной компании будет доказана, то ей грозит внушительный штраф до миллиона, а вот размер компенсации пострадавшим в индивидуальном порядке устанавливает суд. Правда, займет это немало времени. Поэтому городские стройки лучше обходить стороной, даже если с виду эти объекты безопасные. Вроде бы по всем правилам оборудованная пешеходная зона возле строящегося объекта, но и здесь есть свои нюансы. Дыра, в которой можно так наступить, что травма будет гарантирована. А затем суды и звонки во все инстанции. Процедура может затянуться на долгие годы. Поэтому просто смотрите под ноги и будьте предельно осторожны. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Продолжение следует...